Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм! Недельная глава или отрывок из Торы, который читается на этой неделе, начинается в 16 главе книги Чисел, с 1 стиха. В еврейском языке эта глава называется Корах, это собственное имя Корей, которое мы встречаем на страницах Священного Писания. Краткое содержание нашей недельной главы таково. Первое мы видим, как Корей, Корах поднял бунт вместе с 250 другими князьями Израиля. Дальше мы видим, что Моисей обличает Кораха и защищает Аарона. Дальше мы видим описание того, как Господь Кораха наказывает, но это наказание не останавливает бунт. После этого Господь наказывает общину и погибает 14 700 человек. Далее мы видим, что Господь являет свою волю относительно священства. Цветет посох Аарона. Аарон и его потомки объявляются священниками. Левием, потомки Колена Левина объявляются помощниками священника. И в конце у нас содержится несколько правил, касаемых служения в Скинии и в храме. Для начала я хочу, чтобы мы с вами поговорили о том, что произошло, когда Корах и те, кто с ними был, подняли бунт. Если мы будем с вами читать 16 главу 1 стих на русском языке, то там просто идет перечисление тех, кто в этом бунте участвовал. В еврейском языке выглядит все немножко по-другому. Почему? Текст еврейского языка начинается здесь словами «вояках Корах», что значит, если буквально переводить «и взял Корах». Другими словами текст нам показывает, и, например, Рав Шимон бен Мэйер так толкует этот текст, что он говорит, текст показывает нам, что Корах был зачинщиком тем, кто хотел бунта против Моисея и против Бога. Если мы с вами посмотрим на то, кто такой Корах, это очень интересная личность, которую мы находим на страницах Священного Писания. С одной стороны, нам известно, что это был человек весьма богатым. До сего дня в еврейском языке используется поговорка «богат как Корах», чтобы показать великое богатство того или иного. Дальше. Мы с вами видим, что Корах имел левицкое происхождение. Судя по всему, он был довольно близким родственником Моисея. Некоторые даже проводят сравнительные анализы, говорят, что у них был общий дедушка. То есть, будучи левитом, он наверняка имел служение в храме, участие в том, что делалось в храме. Интересно, что традиция нам говорит о том, что он был столь высок в своем статусе, даже среди левитов, что он был одним из тех людей, которые несли Ковчег Заветы, Арона Кодыш, как мы его называем. Интересно. Получается, что человек, который имеет много власти, много денег, чего же ему нужно? Почему он здесь поднимает бунт? Как известно, человеку, у которого много власти, хочется только одного. Еще больше власти. Он выдвигает одну очень интересную идею. Он говорит, все перед Богом равны, все мы одинаково народ святой. Но на самом деле, его чаяние здесь, как часто бывает у многих политиков, совершенно не о демократии. Моисей видит это. Почему мы это знаем? Потому что он сразу говорит ему и показывает ему, что он понимает, что корох хочет священства, которое принадлежало только Арону и его потомкам, коим корох не являлся. Возникает вопрос. Неужели тебе действительно при твоем богатстве и при твоей власти нужен статус священника? Мы должны понимать, что священник это очень тяжелая работа. Это жертвы, которые нужно приносить каждый день с утра до вечера. То есть ты весь в грязи в этой, ты весь в крови животных. И все время это дело делать. Это тяжелый труд, труд мясника, если выражаться современными терминами. С одной стороны, чисто технически. С другой стороны, безусловно, у священника есть огромный статус и гигантский авторитет в глазах народа. Моше обличает короха за то, что тот хочет узурпировать власть. Интересно, в Талнуде есть очень много примеров и интересных замечаний на этот счет. Там описываются дискуссии между корохом и Моше. И во всех них корох пытался выставить Моисея таким чудаком. Но мы с вами знаем, и мы знаем с вами это абсолютно определенно со стороны священного писания, что авторитет Моисея, его корнем, его базой был не сам Моисей, а Бог, который за ним стоял. Разве Бог силой выводил евреев из Египта? Никак. Мы с вами читаем абсолютно ясно на страницах Торы, что когда Бог выводил еврейский народ из Египта, то казни, чудеса, знамения, которые были совершаемы в Египте, они были обращены только на египтян. Другими словами, евреи хотели и шли, не хотели и не шли. Традиция, опираясь на какой-то один момент из Торы, я сейчас не буду об этом говорить подробно, говорит о том, что только пятая часть евреев, живших в Египте, вышла оттуда. С другой стороны, вместе с ними оттуда вышли и другие народы, которые проживали в Египте. Эр-эврав, как его называется, священное писание, большое смешение, можно перевести это так, то есть там были представители других народов, потому что они видели чудеса и знамения. Другими словами, действие, которое совершили евреи, выходя из Египта, было добровольным. Разве Моисей сам себя поставил над евреями? Нет. Он не хотел этого, он отказывался, он просил Бога заменить его кем-то другим, и Богу буквально пришлось уговаривать Моисея стать лидером еврейского народа. Так же, как Бог на страницах священного писания, мы это видим, не держал евреев силой в пустыне. Они могли уходить. На данный момент мы с вами читаем примерно конец второго года хождения по пустыне, и мы не знаем, ушел ли кто-то назад в Египте, но они были свободны это сделать. Весь народ не мог вернуться. Но, в принципе, такая возможность была, и не исключено, что кто-то так и поступил. Кора хочет священства. Он жаждет той власти, которую священство ему несет. И Моисей очень четко и очень тонко понимает это. Более того, в качестве претензии к Моисею Корах предъявляет, что ты обещал нас привезти в землю, текущую молоком и медом, но не сделал этого, значит, ты плохой лидер. Интересно, я здесь вижу некий намек на ту претензию, которую предъявляют к Иисусу еще, а сегодня очень часто, ортодоксальные евреи. Ведь главный тезис против него заключается в том, что вот это грядущее царствие Божие, которое обещано с пришествием Мессии, оно еще не наступило. Другой вопрос, что никто никому не обещал, что это наступит мгновенно, но так есть. Такую претензию предъявляют. То есть, когда сегодня мы дискутируем с ортодоксальным иудаизмом на тему, может ли еще быть Машехом, которого ждал Израиль, главная претензия заключается в том, ну, он пришел, а где царство? Мы верим, что царствие будет, но они говорят, раз не было, значит, это не он. Так и здесь к Моисею предъявляется претензия, раз ты не привез нас в землю, обещал, причем в тексте используется землю, текущую молоком и медом. Я хочу напомнить, об этом мы говорили на прошлой неделе, что евреи сами отказались входить в землю текущую молоком и медом и поэтому стали блуждать по пустыне. Но это было предъявлено Моисею как претензия. Теперь мы знаем, что в данной ситуации Богу пришлось вмешаться. Он наказал Короха. Интересный момент, если вы внимательно читаете Священное Писание, вы заметите, что два сына Короха не пострадали. И на страницах книги Псалтырь у нас есть псалмы, которые написаны сыновьями Короха. Может быть, это не теми же самыми сыновьями, а дальнейшими его потомками, но так или иначе род Короха продолжился. Почему не пострадали сыновья? Есть несколько противоречий, вернее, разночтений по этому поводу. Мое мнение заключается в том, что они не хотели бунта, они противились бунту, но не могли пойти против отца. И таким образом, вот они, пытаясь как-то сопротивляться этому, не участвовали, можно сказать, в этом бунте. И Бог их пощадил, чем, собственно, благословил в дальнейшем нас этими самыми псалмами. Но самое главное заключается в том, очень трудно строить духовную жизнь на принципах, которые не приходят от Бога. Сегодня, когда мы используем демократические механизмы для того, чтобы решать какие-то церковные проблемы, духовные проблемы, иногда это просто потому, что другого способа у нас нет. Да и то я не встречал практически примеров, чтобы люди пользовались этим так, как это делали апостолы, которые постились до тех пор, пока не придут к единому мнению. Хотя, возможно, такие примеры есть. Мы всегда сталкивались, сталкиваемся и будем сталкиваться с людьми, которые в стремлении к власти требуют себе каких-то духовных постов, каких-то служений особенных. Но мы должны понимать следующее. Только Бог волен распределять, кому и чем заниматься. Что будет, если мы будем бунтовать против Бога, думаю, для нас сегодня очевидно. Наказание последует. Мы видели это, видим и будем еще видеть в наших жизнях. Интересно, что есть только три недельные главы в Торе, которые названы именами людей. Первая недельная глава – это Итро, Иофор, как он в русской Библии называется, человек весьма положительный и мудрый, и духовный. Вторая – Белам, человек весьма негативный и падший. И третья – Корох, который, как мы видим, сначала находится на очень высоком статусе, но его жажда власти приводит его к падению. Вот это тот урок, который несет нам эта недельная глава. Да благословит вас всех Господь на этой неделе. Бащем еще, Машех. Машех и БеUA – Белам,